Смотри, 12-шаговая система. Первый шаг, это при городском голове должен работать координационный совет по ликвидации детского пьянства и детской наркомании. Понимаешь, почему детская? Ну, понятно. Что взрослую наркоманию ликвидировать невозможно. Можно что-то, хоть кого-то там, единицы какие-то спасти, и только те спасти, которые захотят спастись. А захотят только те, которые уже будут на самом дне лежать. Правильно? Или я ошибаюсь? Не всегда, но это же работа. То есть, вот смотри, как получается. Просто вот ты, допустим, с сыном общаешься образом, я говорю, он у тебя уже не воспринимает. Ну, понятно. Ну, вообще, отцов мы не воспринимаем это по жизни. Мне отец раньше говорил, даже когда я не употреблял наркотики, это уже начинается лет 13, такой примерно, что ты уже, ну, что ты сам все знаешь, как бы, там, с 14 уколка, у кого-то раньше, у кого-то позднее, там. И просто вот в этот момент, как бы, дети, они, ну, из-под контроля выходят. То есть, а тут работа с человеком ведется, с ним ведется общение, индивидуальное общение. Это его нуждали? Ну, в том числе, еще бишь идем. Еще бишь, да, опоздай, если я опоздал. Не, 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 наоборот, нормально. Не, не, нормально. Наоборот, еще бы мы хотели. Я начинаю. Семейство. Где ты? Ответ, семейство. Не, подащи. Данил, давай, значит, не уходить. Это все понятно. Давай я тебе сейчас расскажу, что я очень хочу, чтобы ты точно так же, как и я, был уверен. Очень мало людей вообще мне верят, что это можно сделать. Очень мало. Но ты, а уже ты в своей команде, как бы, ты вложишь как полувоенная организация. Ты уже как солдат, там, даешь команду и все. У меня такой организации нет, к сожалению. При 100 тысячи созависимых родителей, у меня там десяток, которых и то, она сегодня может прийти на собрание, а завтра скажет, там у меня все нормально уже, у меня все хорошо, не хочу я. Или наоборот, мне не на кого дома ставить. Юра, как я могу уйти, наверное, он все разбомбил и так, понимаешь? Ну, короче, у меня это не войска, у меня это вообще непонятно что. А у тебя войска. Так вот, первый шаг, это, ну, самый первый шаг вообще, это встреча с министром внутренних дел страны, с Могилем. Мы с тобой должны к нему прийти. Ты расскажешь о своей программе, я расскажу о своем. И мы, у нас меморандум о сотрудничестве. Я, наше движение родители против наркотиков, с вашим преображением. Преображением Украины, с нашим уже преображением Украины. Правильно? Вот, мы ему рассказываем. А рассказывать мы будем ему вот что. В рамках программы президента Януковича, который сказал, что наркомания сегодня – это угроза национальной безопасности. Я ничего не перепутал. Янукович Медведев это сказал, по-моему, месяцев 9 назад на каком-то заседании. В том же и Петербурге, по-моему. Было, было, было. А наш президент, вот, буквально неделю-две назад это сообщил всем своим подчиненным. Они еще до конца не поняли, не все поняли до конца. Я-то это говорил еще года два назад, еще до Медведева, что это угроза национальной безопасности. Потому что нормальные люди, умные люди, кто понимает вообще. Так вот, при мэрии, при мэрии, должен создаться координацию… Перебиваю сейчас секунду. Севастопольские встречи 2007, вот это. Ты там выводи, это просто видео у тебя стоит. Что это за сверстопольские встречи? Жданова, Жданов, Шишова. А, не-не-не-не. Шишова, Шишова. Это с России, тетя. Так вот она здесь была. Вот она активнейший сторонник ювенальной юстиции, Шишова. Шишова в России активнейший. Ювенальная юстиция? Да нет, она противник. Либо противник. Да, противник. Как же звать Али? Ну вот она была здесь. Мы все видели. Сейчас была? Конечно. А-а-а. Она, которая интервью, что ли, давала? Ну, конечно, это она была. Ты что, Шишова точно, да? Да, точно. Блин, ну вот так а что ты сразу меня не сказал-то? Я же и хотел в глаза взглянуть. Да нет, она противник ювенальной юстиции. Ты перепутал. Подожди, сейчас я. Ты перепутал. Она, шоу вас? Ну, по-моему, если я ничего не перепутал, то это она. Да нет, чего бы это они собирали в противник. Ты знаешь, что меня вы исключили в движение «Трезвая Украина»? Да. Конечно. Продавайте. А знаешь, за что? Я еще два года назад умничал по поводу культурного питья. Я говорю, ну да как это культурно не выпить? А от чего это культурно? А если умеренно культурно? Мне сказали, у них там очень строгая организация «Трезвая Украина». Это все, свободен. Не во времени на тебя тратить, понимаете? Культурное питье. Культурное, это надо. Культурное. Иди пей культурное в другое место. Я там долго снялся там, рассказывал. А, еще я приехал с нашим доктором. А докторов они на дух не переваривают. Вот, слушай, они им столько вреда нанесли, наркологам. Я так понял, все вот, кто с ними сталкивался, с наркологами. Ну ладно, это отдельная тема. Ты меня не сбивай. Это отдельная тема, это тема, как бы, других разговоров. Я же хотел тебе рассказать о 12 шагах. Значит, шаг. При мэри создается координационный совет, куда обязательно входят представители МВД, обязательно входят представители школы, здравоохранения. Куда же мы без них денемся? Обязательно входят все представители. И хочется верить, а я в этом уверен, что здравомыслящих людей, нормальных людей, больше там. Больше. Да там реально мало можно будет найти людей, которые целенаправленно изначально захотят, чтобы у нас тут дети пили, бухали. Ну да. Очень мало. Но костяк должны все-таки составлять ваши ребята. Ваши. Которые понимают. Я на одном из заседаний, это опять же тоже у Кабанова, только не у вашего Кабанова, у этого, Екатеринбургского Кабанова, когда он, говорит, пришел на такое заседание, где координационный совет, все сидят, что-то умничают, что-то разговаривают. А он у них спрашивает. Подождите, а здесь кто-то видел, что такое передоз? А кто-то знает, что такое термин? Нет, все сидят, молчат. И что-то умничают. Я говорю, что вы тогда умничаете? То же самое я сделал у себя в Николаеве на одном из наших круглых столов по проблемам наркомании, СПИДа. А кто-то видел вообще, что такое передоз? Кто-то знает, что такое ломка, тишина. Я абсолютно уверен, что во всех координационных советах всей Украины тоже такая же будет тишина. Потому что вы занимаетесь своим делом, родители все стонут, они вообще стонут. Милиция занимается своим делом, все занимаются своим делом, а дети сегодня просто гибнут. Создается координационный совет. Конец второй части. Как фильм будет называться? Как будет называться фильм? Фильм будет называться «Преображение Украины, город Киев». Приезжайте к нам, пожалуйста. Будем вас реабилитировать. Это мы колеса в них везли. Их можно постирать. Все, всем спасибо. Всем до свидания. Виталя, ты с нами. Виталя, поедем дальше. Продолжение следует...